Эгган Мы только начали Добрый вечер, с вами Дженни Метонов Главные темы делаются Мам, подожди Это из библии, обши Добрый вечер, с вами Дженни Метонов Сейчас соединю Эй, дружище, это Дэйв Я знаю, ты тут, чтобы навести порядок Но я тут немного застрял Так что, пускать новости в эфир будешь ты Ты, главное, не волнуйся Это не сложно, я все объясню Сначала расскажу тебе о студии Вещани Если оглядишься, то увидишь экраны Так, погляди выше Эта полоса показывает количество зрителей Нужно, чтобы оно увеличивалось А не уменьшалось Под ней находятся экраны То, что справа, это экран Вещани Он показывает, что видят зрители дома Он на пару секунд отстает От главного экрана, который посередине За него отвечаешь ты А слева находятся Четыре небольших экрана Они показывают планы из студии И ты можешь переключаться между ними С помощью кнопок с цифрами на микшере Не волнуйся, дружище Я все объясню и ты живо освоишься А сейчас посмотри налево Эти переключатели отвечают за все в студии Я оставил все, как было Так что все должно работать Нужно только главный переключатель дернуть И мы в шоколаде Как только дашь питание, вернись к экранам Как видишь, на экране Вещания Идут финальные титры шоу Они, по счастью, тянутся целую вечность Так что у нас куча времени, чтобы... Да, блин... Так, они закончились Значит, сейчас начнется эфир Давай, живее, загляни под стол Так, видишь, слева лежат кассеты С рекламными роликами Возьми три любые И вставь в слоты справа Когда закончишь, вернись к экранам В 20.00 мы покажем новую серию документального фильма Мир сегодня Этот эпизод об истории гольфа И о их важности при отключениях... Сейчас должен поступить сигнал со студии В 21.00 Окей, ждем сигнала Как получишь сигнал, выбери первый экран на пульте И все будет готово Креветочный салат Ты же знаешь, у меня креветок сыпь Думала, хоть так рейтинг поднимем Каждый день Суешь мне креветки каждый день Внимание, 10 секунд Я так забочусь Пытаюсь меня убить И все не выходит И пять Четыре Добрый вечер С вами Джереми Дональдс Главные темы дня Ладно, все отлично Теперь надо включить заставку на втором экране Наверху будет отсчет Но я тоже буду считать Расслабься, дружище Все ништяк Независимую компанию Энди Рынок фларда под угрозой Славный малый Поклонники повсеместно ликуют Футболист Джонни Хэмсли Получил титул Спортсмен года И подсластим пилюлю Меган и ее гость кинозвезда Лоуренс Фландер Клэш Обсудят его фильм На таблетках И, конечно, прямой эфир И штаб квартиры Прогресса Где лидеры партии скажут несколько слов О своей невероятной победе Так, вторая кнопка на счет Три Две Одна Отлично Затем переключайся над Джереми Правой кнопкой Как только этот глобус посередине Уменьшится и исчезнет Так, готовься включить первый экран Давай, отлично По итогам выборов побеждает партия Прогресс Ошеломительные Слушай, дружище У нас тут иногда бывают помехи По вечерям Так что поглядывай на экран Справа внизу Белую точку можно двигать Чтобы она не касалась помех С помощью желтого бегунка Или колесика мышки Обвиняют партию в отсутствии реальной программы И слишком туманных обещаний Все партии оппозиции признали свое поражение Но пока не делали никаких публичных заявлений Все идет как по маслу Осталось включить рекламу в конце блока Постарайся не включать слишком рано А то нас уволят Часы наверху показывают сколько осталось времени Когда увидишь ноль Нажимай одну из трех кнопок рекламы внизу справа Я обычно сначала врубаю первую Ну и так далее Но вообще можно включить любую Я буду считать слух Ну и ты на часы поглядывай Пустите прямой эфир из штаба прогресс С выступлением лидеров партии Три, две, одна Нажимай Шерми, тебе надо будет поболтать после рекламы Что? Зачем? Да лбас ночь опаздывает А может спросить у него про выборы? Я бы не стал, а то он запутается в сложных словах Ммм, мы же так же делаем с тобой Я думала это наш секрет Забей, он вообще не запомнил Меня очень напрягает, что вы обеспечиваете Розовый, желтый, фиолетовый Скидки тотальные, цены нереальные Класс, вот и первая рекламная пауза У тебя отлично получается Ну а сейчас будет чуть сложнее Сейчас будет блок, в котором гостей будут снимать несколько камер Так что нужно будет менять планы Можешь делать так, как тебе нравится Но есть три золотых правила Первое Старайся показывать того, кто говорит Второе Не оставляй один и тот же план дольше, чем на 10 секунд Если ты показываешь говорящего Переключись на чью-нибудь реакцию Крупным планам Таким образом, все будет выглядеть интереснее И третье Старайся не задерживаться на крупных планах Нескольких секунд достаточно Зрители же хотят видеть того, кто говорит, понимаешь? Следуй этим правилам и все будет отлично Это не так сложно, как кажется Ты же иногда смутаешь передачи по телеку По 10 секунд и большие планы Не дольше трех Не обязательно ждать начала эфира Лучше нажать заряне Возвращаемся с перерыва Тишина в студии Спасибо вам, что... Так, 10 секунд Сюда свой зад Хотите? Получите! Хотите? Получите! Хотите? Получите! И 5... Четыре... Три... И снова с вами вечерние новости Позже мы свяжемся с победителями выборов прогресса Но сначала... Готовься к плану с Меган Четвертый экран Пообщается в студии со звездой театра и кино Меган Спасибо, Джереми Меган Уолф Вестник культуры И у нас в гостях актер, снявшийся везде от Шекспира Включай на Бландер Квэтча Третий экран Когда его назовут? Несравненный Лоуренс Бландер Квэтч Спасибо, что пришли Моя дорогая Мало что могло порадовать меня так Как появление здесь сегодня Давай на второй Общий план А мы плещены, что вы согласились прийти Ну что? Пусть в кадре будет тот, кто говорит В съемке вашего нового фильма На таблетках На таблетках, да Ну и как это было? Как я сказал Питеру в конце съемок Питер Дженсен, режиссер Знаете, он чудесный человек, правда Мы работали над несколькими фильмами Крайне успешными И я сказал Питеру Какое безумное приключение И знаете, что Меган? Так и было Вау, просто фантастика И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете Связан с наукой? Абсолютно так Ученый И сложно ли было вжиться в роль? На что вы намекаете? Ха, вообще-то да, вы правы Этот персонаж Полная противоположность моей предыдущей роли Это был сержант Брок Рокман В Человеке-пуле Фильм был основан на реальной истории О солдате, который был готов на все ради любви Любви к свободе Разумеется Кажется, сборы уже превысили миллиард долларов Но кто это считает? Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль Если мне не изменяет память А, спасибо, что отметили это Но я снимаюсь не ради наград Хотя... Все три статуэтки занимают почетное место на моем камине Как и остальные, не сомневаюсь Что ж, если вы в кино не ради наград То тогда ради чего? О, это прекрасный вопрос, Мэган И не самый простой Как и вы Я боюсь Порежьте меня И пойдет кровь Будет больно Будет ведь Да? Долговато с этим планом Жертвы Страдания ради зрителей В конце концов, я занимаюсь этим ради человека Ради человека, что вдохновляется Маленького человека Но особенно ради того, чтобы внести свой вклад И сделать мир лучше Что ж, думаю, после этого дня Нас и вправду ждут в будущем серьезные перемены А что вы думаете о результатах этих выборов? Что ж... Вот это другое дело Исторический момент Исторический Иначе... Так... Сложно сказать сразу Сложно Что ж... Я всегда свято верю, что те, кто занимаются политикой Должны ставить себе цель Ну... Не проебать все Вот говно, он выругался Не волнуйся, он больше не будет Что опять? Без паники Я позже объясню, как работать с ругательствами Так, на первом экране уже не Джереми, а эпизод из фильма Его нужно будет запустить, как закончится отсчет Но по Мэган будет понятно, когда начинать Мой персонаж, доктор Лэнс Хэмлок Должен принять решение, от которого зависит выживание всего человечества Волнующе Давайте посмотрим Опасность помех, дружище Доктор Я не понимаю Ого, похоже, Бландер Клэч бесится в студии Хотелось бы узнать, что он сейчас говорит Но не переключай на него Послушать можно потом, когда эфир закончится Мы все записываем Я там знаю это Окей, потом все послушаем Нет, Лэнс, нам нельзя Как же Кэрол? Я вас, я доктор Лэнс, мисс Флэйди Ган Любимая, все это Все ради тебя Доктор Хэмлок Мы хотели изменить мир, помнишь? Надо было послушать тебя Доктор Хэмлок Ты говорила Но я не послушал Доктор Я тону, Лэнс, кричала ты Посмотрите на это А теперь слишком поздно Посмотрите Что это? Посмотрите Что это? Вирус? Стерильность? Это формула Это формула, это ключ Мы можем это остановить Да, в конце отрывка нужно будет включить еще одну рекламу Не забудь поглядывать на таймер сверху Окей Двадцать секунд Девять Восемь Семь Пять Пять Четыре Три Два Один Так, давай объясню, как заглушать всякие плохие слова Смотри Экран, передающий вещание Вот этот На две секунды отстает от главного экрана Вот этого Когда кто-то скажет что-то не то Зажжется кнопка цензуры Вот так А две секунды спустя Ты услышишь это слово в эфире И нужно будет зажать эту долбаную кнопку Ну или пробел Пока это слово кто-то говорит Да, знаю, слушать две дорожки нелегко Но если наловчиться, то все получится Не волнуйся А если не понимаешь, когда нужно заглушать Над кнопкой будет видно звуковую дорожку Все, что нужно, это зажать кнопку Пока под красной линией красный сегмент Но помни, если будешь следить за ней, отвлечешься от экранов Поэтому профессионалы делают все на слух Можно немного повысить громкость экрана вещания Главное, чтобы он не заглушал основной Попробуй Чем выше бегунок, тем громче будет реклама Отлично К цензуре все готово Как я и сказал, нужно немного практики И с моей помощью у тебя все получится Помни Когда кнопка загорится Считай Один Два И зажимай Включи первый экран заранее Если сигнал уже идет Лучше не ждать начала вещания А то будет поздно Экраны можно менять с помощью клавиш От первой до четвертой Бывало их хуже? Пять Четыре Три Снова здравствуй Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса Где лидеры партии Питер Клемин и Джулия Солсбери Готовы выступить с первой речью Готовы выступить с первой речью Включи вещания вне студии Вот говно, он пухой Готов не запикивать Хорошо Что ж, спасибо, что пришли И с чего же начать? Ну и день Никто не верил в нашу зелье Абсолютно никто Они пустили в ход против нас Все свои вонючие Мудацкие лживые уловки Но вас Высший глаз Не обманешь таким говном Простите за грубое выражение Извините Возле двух победных пинги Я стал Жестче бабкиной мохнатки Жестче бабкиной мохнатки Хорошо сказано Яблочко Но кто будет винить Питера за то, что он празднует? Во время предвыборной гонки мы говорили, что прогресс не политическая партия Партии нужны тогда, когда все хорошо Когда в стране все плохо Нужна не партия Нужна команда Команда, которая изменит все И сегодня первый день нового будущего Светлого Справедливого Так что праздновать нужно всем За исключением богачей На их улице Праздник кончился На их улице Праздник кончился Пусть надевают свои обоссанные штаны И сдувают пыль Сейчас кого-то Как говорится, экспрессивно Но Очень точно Но Прежде чем выступить перед вами Мы использовали полномочия И приняли закон о капитале и собственности Работая с налоговой Мы подготовили список всех граждан Чье состояние составляет миллион Вы знаете Ну, или Или не знаете Потому что таким, как мы Не место в их элитных поселках Уже завтра Мы представим обширную реформу Системы налогообложения Больше не будет никаких офшоров Фондов И различной черной бухгалтерии Только простые и понятные законы Без всяких Так что вам, охуевшим снобам из частных школ Никуда не детских школ И с этого дня Ваши загранники Недействительны Хотите их назад? Хотите свалить, как запугивали до голосования? Отдавайте Но сначала Вы заплатите Заплатите сполна Прогресс сделает из страны полной враждующих людей Одну команду Выделит средства больницам и школам Повысит уровень жизни всех жителей Умники скажут, что для этого нужны миллиарды Но вы увидите, когда мы получим наше Что это полнейший пиздер Вот вам чванливый мутник Те, кто платил вам гроши за обслуживание в их частных клубах И чьих детей воспитывали в то время, как они заколачивали в твою тучу бабла Прогрессу есть, что им сказать Сегодня этому конец Мы заберем все ваши спорткары Особняки и виноградники Сегодня этому конец Мы вернем богатство страны туда, где они должны быть В руки тех, кто их заработал Сегодня этому конец Да, сегодня этому конец А уже завтра жизнь в стране станет справедливой Как мы вам и обещали Но пока, дамы и господа Но пока, дамы и господа Можно иные бениться Ну тут не поспоришь, а Долгога дарим за внимание Долгога дарим за внимание Что ж, содержательное обращение от лидеров прогресса Приносим свои извинения за непристойность Надеюсь, мы заглушили их вовремя Если нет, кого-то сегодня уволят Упс Итак, пока страна вступает в новую жизнь У нас на этом все С вами были вечерние новости Мы вернемся завтра и расскажем о первом дне прогресса у власти Я, Джерри Би Дональдсон Хорошего вам вечера Вижу, у тебя все получается Спасибо тебе за помощь, но я уже пошел Паром отчаливает Назад меня не жди Работа отныне твоя Удачи Я стройный, а ты не У меня что, лихорадочный? Покойно, дамы Теперь у вас есть я Размечтался Увидимся завтра А ты в бар не пойдешь? Нет Повезло Не нарвись на маньяка Да, мы передержали В целом, все неплохо Но на котором можно поработать Особенно здесь, кем мы передержали Но это только начало. Давай сначала включим эфиры. Гляди, слева находятся все твои эфиры. Если не хочешь сводить всё заново, а просто увидеть то, что уже сделал, можешь зайти сюда из главного меню. Выбирай и нажимай «Загрузить запись». Почему бы не полюбоваться тем, что получилось, а? Как закончишь, жми назад. Из нескольких секунд начнется прямой эфир вечерних новостей. Но сначала телепрограмма канала «Первый» на сегодня. В 19.00 вас ждет битва цитат. Команда физиков-ядерщиков сразится с четырьмя пожилыми женщинами из Ист-Гринчинга. В 20.00 мы покажем новую серию документального фильма «Мир сегодня». Этот эпизод об истории гольфов и об их важности при отключениях электричества в 1871 году. В 21.00 расслабьтесь за просмотром потрясающего фильма «Свобода быть Колином». А сразу после, в 11.15, программа «Резцы», где доктор Эдриан Арткинсон Блайми устроит жаркий допрос своим гостям. Сегодня в студию вернется ведущий экономист Кэти Брайтман. Наконец в полночь вас ждет прогноз погоды. А сейчас вечерние новости с Джереми Дональдс. Добрый вечер, с вами Джереми Дональдс. Главные темы дня. Только вперед. Победа на выборах, которую никто не ожидал. Благие намерения. Разгорается скандал вокруг мегакорпорации «Риммингтон Свист», купившей независимую компанию «Энди». Рынок фларда под угрозой. Славный малый. Поклонники повсеместно ликуют. Футболист Джонни Хеймсли получил титул «Спортсмен года». И подсластим пилюлю. Меган и ее гость кинозвезда Лоуренс Бландер Клэш обсудят его фильм о таблетках. И, конечно, прямой эфир из штаб-квартиры «Прогресса», где лидеры партии скажут несколько слов о своей невероятной победе. Не пропустите сегодня в наших вечерних новостях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, по итогам выборов побеждает партия «Прогресс». Ошеломительный результат – 81% голосов избирателей на выборах до сих пор не набирала ни одна партия. Своими смелыми заявлениями о переменах «Прогресс» привлек избирателей всей страны. Однако критики обвиняют партию в отсутствии реальной программы и слишком туманных обещаний. Все партии оппозиции признали свое поражение, но пока не делали никаких публичных заявлений. Однако бывший глава МВД Джеффри Джеффрис так прокомментировал эту ситуацию. «Мы все просто купились на яркую оберну. Но скоро узнаем, что внутри. Чужая трава зеленее» – Джеб. После перерыва Меган Вулф и тот, у кого с травой точно все хорошо. У нас в гостях сердцеед и восходящая кинозвезда Лоуренс Бландер Клетч. Позже не пропустите прямой эфир из штаба «Прогресса» с выступлением лидеров партии. Все это вас ждет после рекламы. Субтитры делал DimaTorzok Лучше посидеть на том, что потемнее. Безумный Нил экономить научил. Садитесь поудобнее и готовьте денежки. Цены на этот кожаный диван сведут вас с ума. Это как гром среди ясного неба, ударивший в диван. Вам не нужен ваш старый диван? Ну и отлично. Он смердит, перед телеком стоит, как сапог скрипит. Мы увезем это говно, а вы не парьтесь. У Нила закупайтесь. Жирные скидки на стулья для жирных. Белые стулья, голубые стулья, табуретки, надувные кресла. Это безумие Нила вас скидкой наградило. Вам не нужны убогие стулья, вам нужны самые лучшие. Недавно к нам приходил мужчина с маленькой дочкой. Он хотел купить для нее самый лучший стул. У нас таких много и для вас найдем. Дроны, стулья на колесах, коляски, стулья для близнецов, стулья из стали, супер стулья по супер цене. У нас их много. Хотите безумие? Есть безумие. Безумный Нил в цене уступил. Нужен унитаз? Сделаем вам унитаз. Поставим унитаз рядом со стулом или стул рядом с унитазом. Да мы даже сделаем стул унитаз. Вставайте и тащите сюда свой зад. Хотите? Получите! Хотите? Получите! Хотите? Получите! Платите! Хотите? Получите! Хотите? Получите! Хотите? Получите! Хотите? Получите! Скорее платите! И снова с вами вечерние новости. Позже мы свяжемся с победителями выборов прогресс Но сначала новости культуры Мэган Вулф пообщается в студии со звездой театра и кино Мэган Спасибо, Джереми Мэган Вулф, вестник культуры И у нас в гостях актер, снявшийся везде От Шекспира до мега-роботов Встречайте собственной персоной Несравненный Лоуренс Бландерклетч Спасибо, что пришли Моя дорогая Мало что могло порадовать меня так Как появление здесь сегодня Поверьте, я крайне польщен А мы польщены, что вы согласились прийти Ну что? Итак, недавно завершили съемки вашего нового фильма На таблетках На таблетках, да Ну и как это было? Как я сказал Питеру в конце съемок Питер Дженсен, режиссер, знаете Он чудесный человек, правда Мы работали над несколькими фильмами Крайне успешными И я сказал Питеру Какое безумное приключение И знаете что, Мэган? Так и было Вау, просто фантастика И можно ли сказать, что персонаж, которого вы играете, связан с наукой? Абсолютно так Ученый И сложно ли было вжиться в роль? На что вы намекаете? Ха, вообще-то да, вы правы Этот персонаж полная противоположность моей предыдущей роли Это был сержант Брок Рокман В Человеке-пуле Фильм был основан на реальной истории О солдате, который был готов на все ради любви Любви к свободе, разумеется Кажется, сборы уже превысили миллиард долларов Но кто это считает? Этот фильм принес вам две награды за лучшую роль Если мне не изменяет память А спасибо, что отметили это Но я снимаюсь не ради наград Хотя все три статуэтки занимают почетное место на моем камине Как и остальные, не сомневаюсь Что ж, если вы в кино не ради наград То тогда ради чего? О, это прекрасный вопрос, Мэган И не самый простой Как и вы Я боюсь Порежьте меня И пойдет кровь Будет больно Будет ведь Да? Да ведь Раны Жертвы Страдания ради зрителей В конце концов, я занимаюсь этим ради человека Ради человека, что вдохновляет со мной Маленького человека Но особенно ради того, чтобы внести свой вклад И сделать мир лучше Что ж, думаю, после этого дня Нас и вправду ждут в будущем серьезные перемены А что вы думаете о результатах этих выборов? А, что ж Вот это другое дело Исторический момент Исторический Не иначе Так Сложно сказать сразу Сложно Что ж Я всегда свято верю, что те, кто занимаются политикой Должны ставить себе цель Ну Не Все Да Итак Извини Нет Это правда Простите Лоуренс, у нас есть отрывок из фильма «На таблетках» Который выйдет в прокат на следующей неделе Расскажите немного о сюжете С удовольствием Это поистине переломный момент Где мой персонаж Доктор Лэнс Хэмлок Должен принять решение От которого зависит выживание всего человечества Вау Волнующе Давайте посмотрим Я не понимаю Доктор Я не понимаю Вы не виноваты Я и сам знаю это Нет, Лэнс, нам нельзя Как же Кэрол? Я вас Я доктор Лэнс Мисс Флэйниган Любимая, все это Все ради тебя Доктор Хэмлок Мы хотели изменить мир, помнишь? Надо было послушать тебя Доктор Хэмлок Ты говорила Но я не послушал Доктор Я тону, Лэнс Кричала ты Посмотрите на это А теперь слишком поздно Посмотрите Что это? Вирус? Стерильность? Это формула Это формула Это ключ Мы можем это остановить Да, да Мы сможем остановить все это Нужно только спросить себя Настанем ли? Наступает золотой век салатов Встречайте Изысканный Ограниченный выпуск Еженедельный салат Подпишитесь сейчас Чтобы каждую неделю Получать натуральные Этичные продукты Для вашего салата Пополняйте коллекцию Снова и снова И скоро Вы приготовите салат О котором еще долго Будут говорить Соберите все От томатов до масел Зелени из лаков И ваша коллекция Будет поистине полной Внутри каждого выпуска Вы найдете вкладыш Об истории искусства Готовить салат От великих бальзамических войн 48-го И открытия исповедным Эдвардом огурца До того, кто навсегда Изменил наше восприятие Простого салата Самого Юлия Цезаря Начните коллекцию сейчас И мы отправим вам Три первых выпуска Ассорти Романа И Айсберг А также Эксклюзивный магнит С латуком Всего за 7,97 Доставка бесплатная Оформите заказ Прямо сейчас И вы получите Шкафчик для сухариков Бесплатно Обычно он стоит 18,99 Но вы получите Его абсолютно бесплатно В нем ваши Хрустящие кубики Будут выглядеть Максимально аппетитно Поторопитесь Эксклюзивное предложение Ограничено И снова здравствуйте Мы начинаем прямой эфир Из штаб-квартиры Прогресса Где лидеры партии Питер Клемент И Джулия Солсбери Готовы выступить С первой речью И я начну? Не стесняйся Хорошо Что ж Спасибо, что пришли И с чего же начать? Ну иди Никто не верил В нашу збе Абсолютно никто Они пустили в ход Против нас Все свои вонючие М*** Живые уловки Но вас Общество Не обманешь Таким М*** Простите за грубое выражение Извините После двух победных пинт Я стал Жестче бабкиной М*** Хорошо сказано Но кто будет винить Питера За то, что он празднует? Во время предвыборной гонки Мы говорили, что Прогресс Не политическая партия Нет Партии нужны тогда, когда все хорошо Когда в стране все плохо Нужна не партия Нужна команда Команда Которая изменит все И сегодня первый день Нового будущего Светлого Справедливого Так что праздновать нужно всем За исключением богачей На их улице Праздник кончился Пусть надевают Своя б***я Птаны И сдувают пыль С чековых книжек Как говорится, экспрессивно Но очень точно Прежде чем выступить перед вами Мы использовали полномочия И приняли закон о капитале и собственности Работая с налоговой Мы подготовили список всех граждан Чье состояние составляет миллионы Вы знаете их Ну или не знаете Потому что таким как мы Не место в их элитных поселках Уже завтра мы представим Обширную реформу системы налогообложения Больше не будет никаких офшоров Фондов И различной черной бухгалтерии Только простые и понятные законы Без всяких лазей Так что вам Снобом из частных школ Никуда не деться И с этого дня Ваши загранники Недействительны Хотите их назад? Хотите свалить? Как запугивали до голосования? А давайте! Но сначала Вы заплатите Заплатите сполна Прогресс сделает из страны Полной враждующих людей Одну команду Выделит средства больницам и школам Повысит уровень жизни всех жителей Умники скажут Что для этого нужны миллиарды Но вы увидите Когда мы получим наше Что это полнейший пи*** Вот вам чванливый пи*** Кто платил вам гроши За обслуживание в их частных клубах И чьих детей воспитывали вы В то время как они заколачивали ху*** Кучу бабла К прогрессу есть что им сказать Сегодня этому конец Мы заберем все ваши спорткары Особняки и виноградники Сегодня этому конец Мы вернем богатство страны туда Где они должны быть В руки тех кто их заработал Сегодня этому конец Да Сегодня этому конец А уже завтра жизнь в стране Станет справедливой Как мы вам и обещали Ну а пока дамы и господа Можно и ПОСПОРИШ Благодарим за внимание ПОШЛИ Что ж Содержательное обращение От лидеров прогресса Приносим свои извинения За непристойности Надеюсь Мы заглушили их вовремя Если нет Кого-то сегодня уволят Итак Пока страна вступает в новую жизнь У нас на этом все С вами были вечерние новости Мы вернемся завтра И расскажем о первом дне Прогресса у власти Я Джереми Дональдсон Хорошего вам вечера Эй Я спортсмен мирового класса Джонни Хемслимс Я стройный А ты нет Спокойно, дамы Теперь у вас есть я Джонни Хемслимс Прямо у вас дома Я проведу для вас тренировку Вместе с моими сочными девчонками Кто знает Пара недель И вы можете стать такими же Как они Знали ли вы, что толстяки почти не смеются Не женятся И редко живут дольше 26 Это, возможно, правдивая статистика Та самая причина, по которой вам срочно нужна кассета с Джонни Все упражнения рекомендованы профессиональными спортсменами И с вероятностью 72% Избавят вас от гадной древности И целлюлита Постройнейте Как Джонни Хемслимс Так, а сейчас выбирай снято Поглядим, что там Значит так Здесь 4 экрана Прямо как в студии На которые приходит сигнал во время эфира Разница в том, что ты можешь заглушить какой угодно сигнал Или даже несколько И можно послушать, что происходило за кадром Выбери блок То есть то, что было между рекламой Слева И запускай А как надоест эта закадровая драма Жми назад Креветочный салат Ты же знаешь, у меня от креветок сыпь Думала, хоть так рейтинг поднимем Каждый день Ты суешь мне креветки каждый день Внимание, 10 секунд Я так забочусь Пытаюсь меня убить И все не выходит И 5 5 4 Серьезно, день выборов, а у нас блендер клетч? Да, Маган тоже бесится Конечно, из этого парня такой же политик, как из меня физик-ядерщ Зато он красавчик Ну да, если тебе нравятся всякие балабоны 10 секунд Какое хрупкое эго И 5 4 3 Итак, по итогам Про выборы? Я бы не стал Джерми, тебе надо будет поболтать после рекламы Что? Зачем? Да лбаснач опаздывает А может спросить у него про выборы? Я бы не стал, а то он запутается в сложных словах Мы же так же делаем с тобой Я думала, это наш секрет Забей, он вообще не запоминает Меня очень напрягает то, что вы обе спелись Ты дужка Мммм Ммм 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 Это не мое Ну скажи, что это не мои карточки Да нет, видимо твои Но тут же ни о чем вообще Они должны понимать Ну, может они решили, что ему нечего сказать? Блин, да ладно тебе Такой день Он же не... Полный кретин Да плевать, Роб Я не буду Мы же обговорили Только одно сраное интервью в день И не больше Глянь мой контракт Привет, я Меган Ну, пиздец Ты по лезвию ходишь, Роб Цельнозерновой Цельнозерновой Возвращаемся с перерыва Тишина в студии Спасибо вам, что... Так, 10 секунд И 5 4 3 И снова с вами вечерние новости Позже мы свяжемся с победителями выборов прогрессом Но сначала новости культуры Меган Вулф пообщается в студии Субтитры и кино Меган Спасибо, джерни Меган Вулф Вечерние культуры И у нас в гостях актер, снявшийся везде От Шекспира До мега-роботов Встречайте с собственной персоной Несравненный Лоуренс Бландерклетч Спасибо, что пришли Моя дорогая Мало что могло порадовать меня так Как появление здесь сегодня Поверьте, я крайне польщен А мы польщены, что вы согласились прийти Ну что? И так, недавно завершили съемки вашего нового... Наш доктор Лэнс Хэмлок Должен принять решение, от которого зависит выживание всего человечества Вау Волнующе Давайте посмотрим Закончили Роб, где машина? Валим! Мистер Бландерклетч Нет! Интервью закончено, боже, что у вас тут за шараш? Мистер Бландерклетч, понимаю, вы расстроены Расстроен? Мягко сказано Роб! Я еду в Дорсет Пришли бутылку виски и свиной окорок В контракте прописано Извини Извини, мне так жаль Но я должна была спросить Давай, скажи это Что? Я же говорила Ты классно получилась Вот поэтому ты и одинока Продолжение следует... Прикинь, он начал пить еще на обеде Боже, вечно он что-то чудит Знаю Бог в помощь тем, кому это запикивать Внимание, 10 секунд! Нет, ну юрист и телеведущие во главе правительства Серьезно? Бывало и хуже 5 4 3 И снова здравствуйте Мы начинаем прямой эфир из штаб-квартиры Прогресса Где лидеры партии Питер Клемент и Джулия Солсбери Готовы выступить с первой речью И я начну Не стесняйся Окей, что же они нам скажут? А этот уже наклюкался? Угу Платье классное Оно очень зеленое, да? Перезовое Господи Банально Что я пропустила? Знаешь, немного Вселение командного духа Ругательство? Солсбери Вау. А так можно? Кажется, кто-то пренебрегает чужими правами и свободами. Че? Ого, а вот это серьезно. Они забрали? Да, люди не смогут уехать. Это возмутительно в любом случае. Так нельзя делать? Ну, нельзя. Ого. 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 Ладно, давай увидимся. Благодарим за внимание. Пошли. Что ж, содержательное обращение от лидеров прогресса. Приносим свои извинения за непристойности. Надеюсь, мы заглушили их вовремя. Если нет, кого-то сегодня уволят. Итак, пока страна вступает в новую жизнь, у нас на этом все. С вами были вечерние новости. Мы вернемся завтра и расскажем о первом дне прогресса у власти. Я, Джереми Дональдсон. Хорошего вам вечера. Снято. Отлично поработали. Завтра снова съемки. Время начала на доске. Что ж, старая добрая политика, да? У меня что, лихорадочный бред? Я сейчас умираю или что? Ага, размечтался. Увидимся завтра. А ты в бар не пойдешь? У меня свидание. Повезло. Не нарвись на маньяка. Забавно, что в целом вся игра идет. В 1920 на 1080. Но при посмотру он откроется на полную экрану на 1000. 980 на 1200 по вертикали. Из-за чего часть надписей не влезает. И если еще субтитры повисит, то еще лучше. А в целом все очень даже неплохо. Чем же закончится? Сейчас узнаем в следующий раз. А пока. До скорого. Всего хорошего.